Иди, иди! Южноуральские спортсмены и спортсменки померились силой в жиме штанги лёжа. В открытом чемпионате Челябинской области выступили полсотни участников. Кроме представителей областного центра, во дворце спорта «Торпедо» соревновались гости из Иманжелинска, Варны и Шадринска. Состязания были отборочными на Кубок России, который пройдёт в Москве в начале ноября. Не все, конечно, претендуют на первое, второе, третье место. Не все претендуют на попадание в сборную Челябинской области для выступлений на всероссийских и международных соревнованиях. Но каждый спортсмен, который находится за чертой призёров, всегда от соревнования к соревнованию ставит перед собой цель увеличить свой результат, личный результат на пусть даже 2,5-5 килограмм. И это самое главное. Артём Чайченко вернулся в зал после большого перерыва. Занял второе место в своей категории, повторив личный рекорд 10-летней давности. Дарье Локтеоновой удалось добавить 12 килограммов своему прошлогоднему результату. Обстоятельства были травмы, семейную жизнь налажил. Почему захотел опять выступать? А, наверное, это уже даже, как говорят, курение – вредная привычка. Спорт – это, наверное, не вредная привычка. Ну, для чего тебе сейчас? Ты же не просто выступал, ты же, наверное, тренируешься, снова вернулся и занимаешься. Ну, наверное, это режим, наверное, какой-то хобби, смысл жизни какой-то есть в этом тоже. Уже без этого не можешь, уже чего-то не хватает. Это нужно не только мужикам, это нужно и юношам, и юниорам, и детям. Ну, в адекватном возрасте, конечно, потому что это железки, это нагрузка. То есть, где есть спорт с какими-то тяжелыми усами, то есть травмы. Поэтому, говорю, что в разумном возрасте. Это большая серьезная работа. То есть, это, во-первых, питание, во-вторых, это ежедневный, практически, тренинг, работа над собой, техника и тренер. Для чего это очень сильное испытание характера и силы воли, во-первых. Во-вторых, это борьба за физическую силу абсолютную. Вот, собственно, хочу быть чемпионом России как минимум. Воспитанники Дмитрия Абрамова нынче выиграли шесть золотых медалей. Еще один его подопечный Владимир Филь недавно отличился в Лас-Вегасе на турнире «Мистер Олимпия», где занял третье место в жиме лёжа. Эта медаль, завоеванная моим учеником Владимиром Филем на турнире «Мистер Олимпия», в рамках которого проходил турнир по жиму штанги лёжа. На этих соревнованиях он показал результат 287,5 килограмм. Это не его лучший результат. Были свои нюансы, плюс перелёт через океан. В общем, был всего лишь третий результат. Элемент соревновательного, насколько важен? Это ключевой момент, потому что лично в соревнованиях добавляется опыт. В лично соревнованиях можно опыт набрать. Многие люди жмут в зале свои рекорды, на соревнованиях выходят и поднять их вообще не могут, даже рядом. Поэтому выступать нужно как можно чаще, особенно на начальном уровне. В декабре в Челябинске пройдёт ещё один региональный чемпионат, на этот раз во всех дисциплинах пауэрлифтинга. В декабре мы проводим самые значительные, самые значимые соревнования, которые у нас в календаре федерации. Это чемпионат Челябинской области под троеборью. То есть спортсмены будут соревноваться в приседаниях, в жиме штанги лёжа и в становой тяге. А сегодня у нас соревнования проходят в отдельном упражнении, это жим штанги лёжа. Продолжение следует...